За почти два года Чон более трехсот раз преследовал жертву, и она неоднократно обращалась в полицию, но никакой помощи не получила. Если честно, типа, что? То есть у них есть закон против преследований, девушку триста раз преследовали за два года и ни разу с преступником ничего не сделали. Судимость в Корее очень сильно порицается. Заявление на них в полицию рушит их жизнь до конца их лет. Относиться к тебе будут хуже, чем к животному. Есть такая немножко уродливая часть кей-попа. Сосен фанатки. Кто же из всех айдолов славится самыми сумасшедшими, отбитыми и обсессивными фанатками, сосенками, всеми любимые BTS? Приветствую вас, мои дорогие подписчики и подписчицы! С вами Натуся Шерилми. Всем полный чайный респект! Сегодня мы с вами обсудим такую довольно-таки невеселую тему в моей уже устоявшейся рубрике опасности Кореи. На самом деле проблема преследований в Корее, мне кажется, занимает второе, а то и разделяет первое место рядом с проблемой скрытых камер. Потому что буквально каждая вторая моя знакомая, да и я сама, если честно, имела опыт сталкинга или каких-либо преследований. Поэтому я решила сегодня поднять с вами эту довольно-таки серьезную тему. Но перед началом, как обычно, не забудьте подписаться на все мои соцсети в описании. При том, что проблема сталкинга в Корее довольно-таки распространена, закон, который боролся бы с ним, вступил в силу буквально недавно. Насколько я помню, его приняли всего лишь в октябре 2021 года, то есть два года назад. То есть до этого все было нормально? Ну и честно говоря, закон так себе, потому что за нарушение его предусмотрено до трех лет лишения свободы и всего лишь 30 миллионов вон штрафа. Это примерно 20 с лишним тысяч долларов. Не сказать, что это прям серьезное наказание, учитывая, что травма после того, как тебя сталкерили, остается, мне кажется, на десятилетие в душе. Для людей, которые занимаются сталкингом с использованием опасных предметов, оружия или взрывчатых веществ, наказание может быть увеличено до 5 лет лишения свободы. Ну и штраф, соответственно, становится побольше, примерно 50 миллионов вон, это где-то 40 с лишним тысяч долларов. То есть, в принципе, бегай с нахуйом за кем хочешь, только потом заплати. Пять лет чел может посидеть в тюрьме, если преследовал, например, беременную женщину с пушкой. Стоит отметить, что раньше все эти действия, до того, как создали этот закон, вообще считались всего лишь правонарушением. Преступник должен был заплатить всего лишь 100 долларов за то, что таким занимался. То есть... Норм, да? Ну, как бы, это, конечно, все равно лучше, чем ничего, как, например, у нас в России, где вообще за преследование никакого наказания никому никогда не воздается. Ну и, как вы догадались, закончик звучит хиленько, и, конечно же, мужчин никак не остановило. Не так давно Верховный суд приговорил Чон Джихвана, преследовавшего свою 28-летнюю коллегу и впоследствии убивши ее к пожизненному сроку. До этого, насколько я знаю, суд хотел заключить его в тюрьме на 40 лет, склоняясь к тому, что преступник еще молод и, может быть, он еще образумится. Но благодаря возмущениям общественности все-таки ему сделали пожизненный приговор. В сентябре этого года Чон напал на эту 28-летнюю девушку, когда она делала служебный осмотр станции, она работала в метрополитене. Преступление он совершил, когда она зашла в женский туалет, он проследовал за ней и нанес ей множество ножевых ранений. Девушка все равно смогла обратиться за помощью, преступника полиция станции поймала. Но, к сожалению, в больнице спустя 2 часа после нанесения ударов она сошелась. Впоследствии из расследования стало известно, что Чон тоже до этого работал в Сеульском метрополитене, и с этой девушкой они были коллегами. И друг друга знали. Чон был уволен со своей должности за незаконную съемку. И, как я поняла, девушку он убил из мести. За почти 2 года Чон более 300 раз преследовал жертву, и она неоднократно обращалась в полицию, но никакой помощи не получила. Если честно, типа, что? То есть у них есть закон против преследований, девушку 300 раз преследовали за 2 года и ни разу с преступником ничего не сделали. То есть, вы понимаете, вот так вот всегда закон в теории звучит очень красиво. На практике мы видим, что он совершенно бесполезен. Человек, например, и преступник ни разу не был задержан, поскольку полиция сочла его преступником низкого риска. То есть, получается, что даже в безопасной Корее такие несерьезные преступления могут игнорироваться, при том, что есть действующий закон, подразумевающий штраф и тюремное заключение. Я всегда говорю своим подругам никогда не стесняться обращаться в полицию в Корее и всегда это делать, если кто-то делает противозаконные действия против них. Потому что в Корее, если ты даже подаешь просто заявление на преступника, и начинается дело, по которому расследуют всю эту историю, то жизнь человека уже на этом этапе будет сломана. Его не возьмут ни на какую более должность, потому что судимость в Корее очень сильно порицается. И мужчины вот эти вот мелкие ищенцы, даже если они там не прибегают к прямому усилию или никого не убивают, все равно заявление на них в полицию рушит их жизнь до конца их лет. То есть в Корее они будут изгоями общества. Корейцы вообще в целом беспокоятся о том, какой образ они создают в глазах общества, поэтому сами понимаете, если в твоем образе присутствует заявление в полицию о том, что ты совершал какие-то ищенские действия, все, никакого будущего, никакой высокооплачиваемой должности, никакого уважения от других людей, никаких друзей. Относиться к тебе будут хуже, чем к животному. Честно говоря, я вот всегда комплексовала из-за своего желтоватого оттенка зубов, пока недавно не открыла для себя отбеливающие полоски Райджел. Буквально через 15 минут после первого наклеивания полосок вы сразу же заметите отбеливающий эффект, а при прохождении полного курса зубы станут белее на несколько тонов. Сама я пользуюсь ими около месяца, и, честно говоря, была в шоке, когда в первый раз их попробовала и заметила мгновенный эффект. Друзья мои даже стали чаще хвалить мою улыбку и спрашивать, не ходила ли я на отбеливание зубов. Ну, конечно, это заставляет меня чувствовать себя намного увереннее и выглядеть привлекательнее. Полоски Райджел удаляют зубной налет и предотвращают образование зубного камня. Вы сами можете это почувствовать, просто проведя языком по ямале, она будет очень гладкой. Да и, как мы знаем, чистка зубов удаляет только часть бактерий, а использование полосок Райджел не только помогает существенно сократить их количество, но и предотвратить их размножение. По сути, прохождение полного курса может заменить вам поход гигиенисту. Ну и, как бонус, Райджел обладают приятным мятным вкусом, который сохраняет свежесть дыхания в течение дня. Продукция Райджел произведена в Великобритании в соответствии с высочайшими европейскими стандартами безопасности и качества. Вместо перекиси водорода используется запонсентованный компонент Eureka HC. Этот компонент высвобождает активный кислород, проникая в слои зубной эмали, удаляет пятна и налет, при этом не нанося никакого вреда самой эмали. Лично я обожаю использовать Райджел на ходу, это очень удобно, они растворяются на зубах, оставляя тонкий слой активного геля, который потом сам же смывается слюной. Поэтому их можно спокойно наносить где угодно и когда угодно, в офисе, в транспорте или по пути на свидание. Ну и вообще, наличие моментального эффекта отбеливания зубов очень удобно, потому что часто бывает нужно сделать экстренное отбеливание перед каким-то важным мероприятием, как вечеринка или какая-то встреча. Для достижения долгосрочного эффекта белизны нужно пройти полный курс с помощью отбеливающих полосок Райджел, который состоит из двух упаковок по 28 полосок. Курс длится 14 дней и использовать полоски нужно ежедневно, два раза в день, утром и вечером. Ну а половины курса, то есть одной упаковки, хватит на 7 дней. И купить одну упаковку необходимо тем, кто уже прошел курс отбеливания и просто хочет поддерживать эффект белизны зубов. Использовать полоски очень просто. Для одного применения понадобятся две полоски, одна на нижней, другая на верхней. Приложите полоску к поверхности зубов, выровняйте ее по линии десен и плотно прижмите, после чего нужно будет загнуть выступающие концы за зубы. Провести процедуру нужно как для нижних, так и для верхних зубов. Через несколько минут полоски сами растворятся под воздействием слюны, оставив лишь тонкий слой активного геля. Не удаляйте этот гель, он сам смоется вместе со слюной через 15-20 минут. Кстати, классные новости. Недавно бренд Rigel улучшил формулу, поэтому теперь отбеливание стало еще более эффективным. А также изменился дизайн индивидуальных саше. Торопитесь перейти по ссылочке в описании под видео, потому что у Rigel сейчас проходит акция, и на официальном сайте можно купить три упаковки по цене одной. Ну а для тех, кто хочет сначала протестировать продукт, можно приобрести одну упаковку по супер-промо-цене на сайте Ozone или Wildberries. И, внимание, количество товара по акции ограничено, поэтому поторопитесь заглянуть по ссылочке в описании, мои дорогие. К сожалению, преследованиями в Корее занимаются не только мужчины, но и есть такая немножко уродливая часть кей-попа. Преследованиями в Корее также занимаются женщины, а точнее сосен-фанатки. Сосен-фанатками называют девушек, одержимых творчеством некоторых айдолов до такой степени, что они начинают выкупать с ними билеты на один рейс в самолете, преследовать их, устанавливать скрытые камеры для слежки за ними, делать приватные фотографии, присылать им жуткие посылки, заселяться в соседние номера отелей и красть их личные вещи. И это все, я сейчас перечислила, не какие-то выдумки, это все реальные истории со слов разных айдолов. Те же самые BTS неоднократно страдали от их сумасшедших фанаток, и в интернете есть куча видео, где фанатки набрасываются на них в аэропорте, бегают за ними. Я уже довольно давно в кей-поп, и до сих пор помню случай, когда мою некогда любимую группу EXO, какая-то группа сосен-фанаток попыталась украсть прямо из аэропорта. Девушки сговорились, купили точно такой же микроавтобус, как у самой группы, припарковались около аэропорта, и EXO действительно не заметили подмены, и случайно сели в этот вот фейковый микроавтобус. Слава богу, их менеджер в последний момент заметил, что что-то не так, и быстренько их оттуда эвакуировал, потому что еще секунда, и мальчиков увезли бы в неизвестном направлении для непонятно чего. Также мне очень сильно запомнилась история одного из участников 2PM, который поделился, что сосен-фанатка одна прислала ему посылку, но в ней были не милые подарочки и плюшевые игрушечки, а ее прокладка с менструальной крючкой, и записка, тоже написанная по всей видимости ее менструальной крючкой, которая гласила, я не могу жить без тебя. Но угадайте с одного раза, кто же из всех айдолов славится самыми сумасшедшими, отбитыми и обсессивными фанатками-сосенками? Разумеется, всеми любимые BTS. Не так давно у Шерлиз Маэ, по-моему, так зовут блогерку, я посмотрела интервью с самой настоящей, доказанной сосен-фанаткой BTS. Это интервью, мне кажется, было пострашнее любого фильма ужасов. В наибольший ужас меня поверг фрагмент, где она делилась, почему покупка билетов на совместные рейсы с BTS является такой привлекательной перспективой для многих сосен-фанаток. Как она сказала, из-за того, что мальчики находятся с ними в закрытом пространстве определенное количество времени, они как бы становятся уязвимыми и, соответственно, по сути, не могут от них сбежать. То есть для сосен-фанаток самолет с их любимыми айдолами это, по сути, такая ловушка, где их кумиры не могут никуда деться от их преследований и можно вытворять практически что хочешь. Она также поделилась, что сосен-фанатство это не только глупое преследование айдолов, по сути, это целая бизнес-система, где на различных закрытых аккаунтах, в соцсетях эти девушки выкладывают приватные фотографии, записи аудио, какие-то, которых нет в интернете, видео, которых нет в интернете, и другие сосен-фанатки, заинтересованные в этих материалах, платят им там до 100 долларов, до 200 долларов за каждое отдельное приватное видео. Просто представьте себе, вас скрытно снимали где-то, и потом это продается за 200 баксов другим сумасшедшим, исходящим по вам с ума теткам или мужикам. Еще меня до мурашек просто ввела история этой девушки, как однажды она выкупила совместный рейс с BTS в бизнес-классе, то есть она летела с ними в одном бизнес-классе, и наблюдала, как после каждого посещения туалета одним из мемберов, двое девушек, которые притворялись обычными пассажирками этого самолета, хотя, как сказала участница этого интервью, было очевидно, что они сосен-фанатки, эти двое девушек после каждого его похода в туалет заходили туда после него и, цитирую, делали там свои извращенные вещи. Какой кошмар, у меня реально мурашки, это ужас. Я не знаю, как на это реагировать, у меня улыбка, потому что это нервное, я просто в ужасе, я представляю, чтобы со мной так происходило, и у меня просто слезы наворачиваются от страха, для меня это просто кошмар. Даже сама эта фанатка поделилась, что наблюдать за этим, за тем, как они пробирались в бизнес-класс, придумывали отговорки, почему они пользуются туалетом бизнес-класса, а не эконом, все это выглядело довольно жутко, и они проводили в этом туалете сразу же после этого участника несколько часов. Сосен-фанатки занимаются своей деятельностью не потому, что они какие-то глупые бездельницы, или какие-то сумасшедшие подростки. Это взрослые, часто обеспеченные девушки, которые страдают различными психическими заболеваниями, и сама героиня этого интервью делилась, что она долгое время хотела избавиться от своей обсессии, перестать преследовать участников группы BTS. Но у нее это никак не получалось, она впадала из-за этого в депрессию, ей действительно пришлось через многое пройти, чтобы отказаться от этого разрушительного для ее психики занятия. И даже сейчас, после того, как она бросила этот сталкинг, она все еще находится в довольно тяжелом депрессивном состоянии. Теперь я хочу поделиться с вами своим собственным опытом сталкинга, и также жутчайшим опытом сталкинга моих подруг. Следующая история тоже произошла со мной на Хонде, и она произошла со мной, когда я просто гуляла, причем по оживленным главным улицам Хонде. Это вообще для меня шок до сих пор. Там, где много людей, очень много машин, очень много народа, тем не менее, чела это вообще не смутило. В общем, какой-то уебан подошел ко мне знакомиться, когда я просто сидела на скамеечке и что-то там тыкалась в телефон. Я, разумеется, его отшила и сразу же попыталась удалиться, потому что мне было очень неприятно находиться в одном пространстве с человеком, который был такой неприятный, он был еще пьяный. Собственно, я стала уходить, и что вы думаете? Он стал идти за мной. И его не останавливало ничего. Я ему говорю, я не хочу с тобой знакомиться. И он просто... ему было все равно. Он продолжал за мной идти и вот так вот пьяненько улыбаться. То есть он считает это адекватным. Он считает это развлечением, такой вот шуточкой. Походить за девушкой, которая только что тебя послала нахуй. И он не просто пошел, походил за мной какое-то время, а он действительно долго за мной ходил. Он прошел со мной около километра. Потому что я пыталась от него уйти, и я все время оглядывалась и думала, Господи, когда же он от меня уже отвяжется. Он выждал со мной на светофоре. Когда я перешла дорогу, прошла половину главной улицы Хондона, он все равно продолжал за мной идти. И он реально продолжал за мной идти, пока я не встала снова у какой-то скамейки. И уже в третий раз практически накричала на него. И сказала, чтобы он проваливал нахрен. И перестал меня преследовать. Он все равно пытался мне там что-то мямлить, знакомиться и так далее. Ну, то есть, вы понимаете вообще? То есть, человек совершенно чувствует полную безнаказанность. Это происходило в 2020 или 2021 году, когда еще закон, по-моему, против сталкинга не был принят. Наверное, поэтому я в такое большое количество историй-то и вписывалась. Потому что мужики тогда считали, что вообще им ничего не грозит. Можно сколько угодно ходить за девушкой и пугать ее. Все равно, по итогу, если, дай бог, она подаст, сходит заявление в полицию, что чаще всего, конечно же, не происходит, потому что женщинам навязывается чувство вины. Ой, разумеется, как я люблю это общество. Патриархальное. Да. То им всего лишь придется даже в самом худшем случае заплатить. Нужно было бы 85 долларов. К счастью, в итоге, когда я уже на него практически наорала, он меня отвалил и куда-то там пропал. Но, сами понимаете, пиздец просто невероятнейших масштабов. Невероятнейших масштабов. Моя история это цветочки. Последняя история, которую я вам сегодня расскажу. Это история моей подруги. Я уже рассказывала ее в своем влоге про Хэллоуин. В общем, к моей подруге тоже как-то подкатил какой-то чувак на улице. Навязался проводить ее до дома. Ну, она как бы вежливо отказалась. И он проводил ее не до дома, а до какой-то улицы неподалеку от ее дома. Они распрощались. И все, она ушла. Через день этот чувак постучался ей в квартиру. И, чтобы вы понимали, вообще всю жуткую ситуацию, то есть мало того, что получается, что он проследовал за ней прямо до ее дома, хотя они распрощались на улице неподалеку, то есть умышленно пошел за ней дальше, скрывая это. Помимо этого, он еще и дождался, чтобы выследить, в какую квартиру она зайдет. И это действительно дело не из легких, учитывая, что моя подруга на тот момент жила в ванруме, в таком довольно-таки недорогом варианте жилья. И в таких домах обычно очень и очень много маленьких-маленьких квартир на одном этаже. То есть там квартира может быть до 7-8 штук на одном этаже. Она жила на последнем этаже, то есть это даже не первый этаж, чтобы так уж легко угадать, не второй. То есть нужно было действительно смотреть и отслеживать, на какой этаж она поднялась и в какую квартиру она зашла. И чел, как ни в чем не бывало, спокойно пришел к ней и постучался. После этого, перепуганная до ужаса, моя подруга обратилась в полицию. И я не помню, обменивались они контактами или нет. Она вообще не особо хотела с ним знакомиться, но я так поняла, что он был довольно-таки навязчивым, как и все мужики, которые подходят знакомиться к тебе в Корее. Вот знаете, я ненавижу эту историю про то, что ой, в Корее не принято знакомиться на улице. Ага, сейчас, расскажите мне. Ко мне столько чуваков подходило, и они все были такими навязчивыми, такими бесячими. Ты миллион раз им говоришь, я не хочу, я не... Блядь, ты показываешь, ладно, не говоришь, но ты показываешь, что чел, слушай, у меня вообще свои дела, нахуя ты ко мне подошел? И настолько все равно, ты просто уже даешь им свои контакты, лишь бы они отвязались. Я не помню, дала ли моя подруга контакты этому чуваку, но совершенно точно помню, что после того, как она обратилась в полицию, ей скачали на телефон специальное приложение, через которое отслеживалась ее геопозиция, и в случае, если этот чувак хотя бы еще один раз попытается ее преследовать, то она может, собственно, нажать на какую-то тревожную кнопку или сделать какой-то вызов, и полиция моментально приедет и, собственно, поможет ей, если что-то случится. Но чуваку бы уже грозило серьезное наказание, как я и сказала, вплоть до лишения свободы. Я считаю, что здорово, на самом деле, что хоть какие-то меры были приняты. К счастью, чел больше не объявлялся, и моей подруге не потребовалось пользоваться этим приложением. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, и бывал ли у вас опыт сталкинга, какой? Поделитесь своими жуткими историями, если это, конечно, не личное. Я прочитаю обязательно вашу историю. Ставьте лайк этому видео, переходите по ссылочкам в описании, покупайте отбеливающие полосочки Райджел, чтобы ваша улыбка сияла так же, как моя. И я вас всех целую, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok